Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Полет к звездам снился не одному поколению мальчишек и девчонок, но не надо думать, что абсолютно все современные дети мечтают быть директорами и менеджерами. Некоторые ребята, так же как и их отцы и дедушки, хотят оторваться от земли. Арсений Костенко занимается авиамоделизмом уже 4 года. За это время смастерил немало моделей самолетов. Сейчас юный техник уверен, свое будущее свяжет именно с этой деятельностью. Сначала начинал, как и все остальные, с более меньших моделей. Потом мне стало это еще больше интересно, начал собирать уже более серьезные модели, по типу планиров или вот гордовые модели. Мои последующие планы на будущее, думаю, позаниматься. В последующем, когда я стану постарше, пойти в ДАОСАВ на полеты на планере или прыжки парашютом. И в последующем пойти на инженера, проектировать, может быть, в последующем технику, летательный аппарат. Здесь дети своими руками конструируют и собирают модели самолетов, а также отрабатывают технику планирования. Александр Федоров сейчас погружен в разработки, мастерит рейки. Мне вот нравится тут ходить. У меня есть много друзей. Меня сюда привела мама. Мне вот очень интересно. Современное авиамоделирование совершенствуется с каждым годом. Конечно, модели таких самолетов можно купить. Но задача занятий научиться делать все самим, от винтика до готового аппарата. А это очень важно. В создании авиамодели используются обычные строительные материалы. Бальза, специальная древесина, а также пластик и стеклопластик. Наш кружок в основном направлен на изучение, даже не изучение, а строительство, монтаж и изготовление моделей летательных аппаратов. Ну, просто можно сказать, моделей самолетов. При этом они изучают теорию. Освоение космического пространства всегда будоражило умы ученых и испытателей. Его 12 апреля 1961-го корабль «Спутник Восток» был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Летчик-космонавт Юрий Гагарин стал не только символом покорения космоса, но и одним из самых известных людей 20-го века. Кто знает, может кому-то из этих ребят тоже дано выйти на орбиту. Время покажет. Обязательно, почему бы и нет. Ну, просто нужно пройти специальную подготовку. Наверное, любой летчик, тот же самый космонавт, я думаю, что да, ребята могут. Сегодня важно и то, что наша соотечественница стала героем Беларуси. Награду накануне вручил Александр Лукашенко. Владимир Путин, в свою очередь, удостоил Марину Василевскую ордена Гагарина. Ее полет – новый уровень участия в космических программах нашей страны и союзных отношений Беларуси и России. Марина среди двух империй, российская, самая передовая в космосе, и американцы. Ну, вы понимаете, это не просто имидж, это величайшая победа нашей страны. Народ наш этого заслужил. И в этом направлении мы будем делать все, и еще немало сделаем. Белорусска провела на Международной космической станции 12 суток. Свой первый полет в космос Марина Василевская посвятила родной стране и ее народу. Она доказала – полет к звездам. Это не сон. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск-360. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск-60.